Холод, ветер и лед. Чем не условия для побед на соревнованиях в воде? Лидер регионального отделения Федерации зимнего плавания России Александр Лозицкий вернулся в город с очередной наградой. На этот раз с бронзовой медалью второго этапа Кубка мира. Состязания проходили во Владивостоке. В акватории Японского моря собрались моржи из 18 стран. Несмотря на то, что температура воды плюс 3 по Цельсию, градус спортивного накала зашкаливал. Давай, 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 давай. Вторая дорога. Александр стал третьим на дистанции 50 метров брасом. За плечами пловца уже три чемпионата мира. Сейчас спортсмен тренируется в комфортной воде фитнес-клуба. Проводит здесь по два часа почти каждый день для поддержания формы. Разница, рассказывает Александр, между плаванием в холодной и теплой воде несущественная. Тем, кто не пробовал закаливание, не понять. Абсолютно не имеет никакого значения. При какой погоде, при какой температуре воды, когда заходишь на старт, об этом же не думаешь. Все оставляешь в раздевалке. Погодные условия, ну, а не это зима. Сегодня солнце, завтра снег. Поэтому, по большому счету, надо быть готовым к любой погоде. Третий этап Кубка мира по зимнему плаванию пройдет в Великобритании. Но на него Александр не поедет. Из-за финансовых вопросов. Участие спортсменам обходится очень дорого. Помощи от властей, к сожалению, нет. Ни спорткомитет, ни город, ни область нам никогда ни в чем не помогала. Единственное, что есть спонсоры. Мы очень часто рассказываем о финансовых трудностях Федерации различных видов спорта. Зимнее плавание не исключение. Тренируются спортсмены в бассейне за собственный счет. Никаких льгот и скидок даже для чемпионов. Сборы и турниры тоже из своего кармана. Отчасти потому, что нет хороших условий. Для занятий в спорт не идет молодежь. Большая проблема вообще, скажем так, в детском спорте. Он практически у нас отсутствует. И поэтому я не знаю, кто дальше после нас будет защищать флаг нашей страны. Потому что детские школы, как в плавании, в боксе, в лыжах, они практически все не работают. Очень сложно. Финансирования нет. Есть, конечно, фитнес-клубы, где плавают люди за деньги. А так, чтобы детские спортивные школы работали и были какие-то спортсмены, уже нет ничего. Во Владивостоке, рассказывает Александр, в заплывах принимали участие дети 8-9 лет. В Иванове пока поддерживают федерацию на конкурентоспособном уровне спортсмены со стажем. Что будет через несколько лет – открытый вопрос. Мария Смирнова, Андрей Смиволков, РТВ Иваново.